Как вообще вот происходит деградация человека? Вот как она происходит? Я говорю, очень просто. Знаете, вот она похожа на яйцо, куриное яйцо. Вот вы взяли яйцо из-под курицы, нормальное здоровое яйцо, из-под нормальной здоровой курицы, и положили его на холмут. Что с ним будет происходить? Понимаете? По мере его остывания. Ну, внешним образом только остывание. Вот как будет происходить его разрушение и деградация. Сначала в этом яйце умрет тот шикарный, роскошный, огромный, красивейший, здоровенный петух, который из этого яйца должен был родиться. Понимаете? То есть теоретически его еще можно положить под курицу, она его высадит, но цыпленок вырастет хилым больным, и этого петуха уже из него не получится. Потом умрет этот самый цыпленок, и уже сколько его не усиживай, оно уже никакой цыпленок из него не родится. Потом начнет разрушаться внутренняя структура этого яйца. И только потом, спустя очень-очень длительное время, это яйцо протухнет и начнет издавать запах серого водорода. Но до тех пор пройдет очень много времени. А все в то время, в которое вот этот запах не начал издаваться, яйцо не демонстрирует никаких признаков разрушения и деградации. Понимаете, как интересно? И вот психика людей разрушается точно так же. Вот сделал человек какой-то неправильный, ложный выбор. И очень долго ни он, ни окружающие этого не видят и не понимают. Только самые проницательные люди могут догадаться о том, что выбор был сделан неправильным. Потом только начинаются где-то какие-то эговые спазмы, там, где их раньше не было. Где-то какая-то вроде как по мелочи, но неточность в каком-то творческом импульсе. Тоже мало кто это замечает. Эговые спазмы приписывают настроение, усталости. Неточность в творческом импульсе приписывается какой-то, ну, тоже усталости или тому, что человек там заработался. И проходит очень-очень длительное время, прежде чем может, наконец, станет видно то, что человек в результате вот когда-то, несколько, может быть, лет назад, а может быть, десятилетий, ну, десятилетий нет, все-таки лет, сделал неправильный выбор. И в конце концов то, что он начал разрушаться, деградировать, стало видно уже окружающим людям. А до этого это вообще не видно и не замечается. Продолжение следует...